МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно учёные выяснили, что чаще всего в основе женского флерта лежит демонстрация повышенной самооценки, заигрывание с другими и отказ от секса. По-моему, очень грамотная концепция. Сомнительная концепция. В итоге она с высокой долей вероятности приводит к тому, что мужчина теряет интерес сразу после того, как добьётся своего. Но а как же быть? Не флиртовать, а по-настоящему влюбляться. С одной стороны, искренность рождает взаимность, а с другой влюблённость отлично сказывается на здоровье женщины. Доктор, как всегда, своём. В эфире программа «Нет запретных тем». Это самое откровенное шоу о женском здоровье. С вами я, брач Сергей Арсенин, и великолепная Жанна Эпле. АПЛОДИСМЕНТЫ Темы этого выпуска «Солнечные ванны. Польза или вред?» Солнышко! Зашло! Как правильно пользоваться солнцезащитными средствами? Купаюсь, вымажусь, натираюсь и сразу обгораюсь. Нарушение менструального цикла. Когда начинать беспокоиться? Проблема именно в том, что организм считает, что эта ситуация для женщины некомфортна. И что делать, если месячные стали проблемой? На самом деле всё просто. Это медитация, йога, вот эти все факторы, которые способствуют устранению стресса. От чего стоит отказаться беременной женщине? Да я даже как мужчина вот сейчас смотрю, у меня, ну, нет такого живота, но застёгивать между ног это больше. Даже обычному человеку неудобно, а беременной женщине, мне кажется, это вообще невозможно. Не спорю. И что поможет даже в положении чувствовать себя на высоте. Беременной вы будете выглядеть прекрасно, при этом не вредить ни своему здоровью, ни здоровью своему будущего малыша. Жанна, любите ли вы загорать? Конечно. А загорелые блондинки выглядят особенно привлекательно. Ну да. Кроме того, загар в некотором роде полезен. Солнечные лучи способствуют накоплению в организме витамина D, который отвечает за укрепление костей. Лично мне ближе то, что моду на загар вела Коко Шанель, признанной законодательницей стиля. Это произошло случайно, Жанна. Просто на вканах провела много времени на солнце. А женщины решили, что это новый тренд от бесподобной мадемуазель. Ох, Канны. К счастью, можно пойти в ближайший солярий и стать красивой. Да, но Международное агентство по изучению рака предупреждает, солярий может спровоцировать рак. Интересно, а как они это узнали? А очень просто. Учёные подвергли излучению кожи ягодиц трёх физически здоровых человек. Они заставили их загорать в солярии трижды в неделю. В результате в облучённой коже нашли мутантные клетки. А мы решили провести свой эксперимент. Внимание на экран. Нашей героине Людмиле 34 года. И она уверена, красивая женская кожа должна быть смуглой. Девушка регулярно посещает солярий. Причём проводит там по 15 минут. После очередного такого сеанса мы отправили Людмилу пройти обследование у врача-дерматолога. Что обнаружил врач у любительницы загара? Сегодня Людмила у нас в студии. Встречаем. Людмила, проходите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, исходя из результатов обследования, мы смоделировали, как будет выглядеть ваша кожа через 10 лет. Если вы также будете увлекаться солярием. В этом нам помогли гримеры. Хотите увидеть себя в зеркало? Конечно. Пойдёмте. Так, ну что, любительницы солярия волнуешься? Очень. Что ты чувствуешь? Ну, конечно, интрига есть. Страх? Трепет? Страшно увидеть себя постаревшей на 10 лет. А может, помолодевшей? Вряд ли солярий молодит кожу женщины. А мы сейчас посмотрим. Давайте узнаем. Давайте. Ну что, срываем? Давайте. Какой кошмар. Что вы видите? Я не ожидала, конечно, это просто ужас. Всё лицо у вас в пятнах. Вы знаете, что это такое? Догадываюсь. Что это? Пигментные пятна. Совершенно верно, Людмила. Это пигментные пятна. Именно так подействует солнечная энергия, ультрафиолет, либо солярий, если вы не будете защищать свою кожу. Да. И дальше произойдёт толстый-толстый слой косметики всю жизнь. Кошмар. До конца жизни. Ну что ж, Людмила, я сейчас вам расскажу, из-за чего появляются такие пигментные пятна. Хорошо? А в студии я хочу пригласить нашего помощника. Это солнышко. У нас-то это помощник, а вот у женщин мы сейчас узнаем. Солнышко! Зашло! О! Это прямо солнце, а не солнышко. Итак, у человека существует три вида пигментов. Первый пигмент – это гемоглобин. Он придаёт коже розовый цвет. Такой румянец на лице – это означает о том, что у Жанны много гемоглобина. Сейчас я возьму туфель. Второй пигмент – это каротин. Он придаёт желтушный цвет, ну, наверное, вот как у нашего солнышка – волосы. А третий пигмент – это меланин. Это самый главный пигмент. Именно он определяет, какая кожа у человека – светлая или тёмная. Мало того, пигмент меланин начинает вырабатываться, если на нашу кожу действует ультрафиолетовое излучение. Вот как это происходит. Солнце действует на нашу кожу, и кожа защищается от этого солнца, вырабатывая этот меланин. Кожа становится тёмной, чтобы защититься от ультрафиолета, потому что ультрафиолет на нашу кожу оказывает вредное воздействие. Но неравномерно, я вижу, это происходит. Совершенно верно. Если в организме происходит какой-то сбой, если этого пигмента много или мало, он имеет такую особенность – он откладывается участками. Только где-то он откладывается больше, а где-то меньше. Поэтому появляются вот такие пигментные пятна, как мы видим у нашей Людмилы, либо вот как мы видим здесь на одеяле. Видите как? Да. Спасибо, солнышко. Провожаю вас. А как защитить себя от вредного излучения? И сделать самое главное – это правильно. Нам расскажет наш специалист, врач, дерматовенеролог, косметолог Екатерина Сергеевна Васильева. Здравствуйте, идите к нам. Добрый вечер. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, проходите к нам. Здравствуйте, какая вы хорошенькая. Спасибо большое. Итак, мы знаем, наверное, что самая главная защита, самая простая – это солнцезащитный крем. Правильно? Вот у вас он в руках. Совершенно верно. Расскажите, как правильно его выбрать? Ну, так как в преддверии отпускного периода, хочу обратить некоторое внимание на выбор крема. Существует большое множество кремов на сегодняшний день, но, так как есть экранирующие крема и блокирующие солнечную активность, мы должны обращать внимание в первую очередь на СПФ, чтобы содержался эта защита от солнечных лучей типа Б. И УВА – это защита от солнечного излучения типа А. А как определить обычному человеку, какой там тип излучения? Мы только понимаем степени защиты и берем максимальную. Вот это единственное, что я понимаю. И выбираем, то ли это какое-то масло, то ли это какой-то там спрей. Ну, не совсем так. Если брать крем, то мы можем обратить внимание на состав. Диоксид титана и оксид цинка – это те компоненты, которые должны содержаться в солнцезащитном креме. Так. Тогда он полностью вас защитит от всех степеней излучения. Не пропустите далее. Где чаще всего развивается меланома? У нас люди наносят солнцезащитный крем на выступающие участки тела и совершенно забывают про ноги. И более все наши девушки прекрасные хотят загорелыми ногами появиться после отпуска. Безопасный загар. Как определить свой максимум? К примеру, если СПФ 15, то мы умножаем на нашу защиту 10, и значит 150 минут мы можем находиться на солнце. Что предлагает наука для борьбы с пигментными пятнами? Крио – это холод, а температура жидкого азота, вы знаете, сколько, Жанна? Нет. Минус 196 градусов. И где искать бюджетные средства для исправления дефектов кожи? Очень хорошо используется бодяга, который, кстати, продается у нас в аптеках. Очень бюджетный вариант. Хорошо в домашних условиях все отбеливает. Что касается выбора СПФ, здесь вы должны выбрать степень, подходящую для вашей кожи. У нас есть несколько типов кожи, да? Вот прошу посмотреть на экран. Вот мы их здесь видим, да? Совершенно верно. У нас существует 6 типов кожи. Что касается европейского типа, то мы подразделяем 4 фототипа. Первый фототип женщин – это светлая кожа, светлые волосы, даже немного рыжие, светлые голубые глаза. То есть здесь нужна максимальная защита, да, с максимальным вот этим… Нет, не так. То есть СПФ говорит о том, сколько времени воздействует защита. То есть для первого типа кожи… Что нужно? У нас сама естественная защита длится 10 минут. К примеру, если СПФ 15, то мы умножаем на нашу защиту 10, и значит 150 минут мы можем находиться на солнце. Это, конечно… Ну, это практически 2 часа. Это 2,5 часа. Но это не говорит о том, что если вы покупались и вышли из моря, да, то не нужно повторное нанесение. То есть периодически все равно нужно повторять нанесение. А я вот себе всегда покупаю, знаете, там, 50, 60, 70 СПФ. Это я неправильно делаю? Нет. И всегда обгораюсь все равно. Хотя купаюсь, мажусь, натираюсь и сразу обгораюсь. А это тогда вы неправильно наносите крем. То есть концентрация крема должна быть примерно 3-4 столовые ложки, если вы распределите ее на все тело. Это достаточно много, да? Это достаточно много. Крем нужно не втирать, а именно наносить. Если вы его вотрете, вы сотрете эту защитную пленку, и опять же у вас ультрафиолет будет проникать дальше. Это не все знают. А за сколько времени нужно наносить крем, перейти, ну, как выход на улицу? За 20-30 минут перед выходом на солнце. За 20-30 минут. Женщины заботятся о руках, о лице, о груди, но забывают о ногах. И очень часто меланома, то есть рак кожи, именно первично образуется на ногах, которые мы не обрабатываем солнцезащитным кремом. Есть такая статистика, потому что, как правило, у нас люди наносят солнцезащитный крем на выступающие участки тела и не отдают этому должного значения и перестают мазать ноги. Поэтому... Но мы же мажем те места особенно, которые горят. Которые горят. А ноги-то обычно не горят. Зато экранирование от песка идёт отражение солнечных лучей, и тем самым пагубное воздействие идёт непосредственно на нижнюю часть тела. Поняла, я никогда ноги не мазала. Вот. Вы не одиноки в этой ошибке, Жанна. А меланома, то есть онкологическое заболевание кожи, не дремлет. То есть меланома может отдавать метастазы прям буквально вот на глазах. И очень часто женщины пропускают её, потому что думают, ну, какая-нибудь родинка, какое-нибудь там пятнышко, ничего страшного. Раз, а метастазы уже во внутренних органах. Правильно? Совершенно верно. У нас ещё у пациентов существует страх и боязнь прийти к врачу. Всё это излечимо, и главное – предупредить. Все наши женщины, в принципе, знают основные правила поведения на солнце. Но давайте их напомним. Вот в какое время всё-таки более безопасно находиться на пляже под солнцем? Всё зависит от того, в какой стране вы загораете. То есть если это более южные страны, пустыни, Египет, то желательно, конечно, до десяти и после четырёх. Если, конечно, это европейские страны, то вы можете находиться над солнцем до двенадцати и продолжить свой загар после четырёх. То есть активность солнечная идёт именно с двенадцати до четырёх. Это самое опасное время пребывания на солнце. Виктория Сергеевна, мы сейчас рассмотрели правила поведения на солнце и метазащиты. Но вот если вот такие пигментные пятна всё-таки появились, есть методы ведь их лечения, избавиться от них, от этих пятен? Конечно. Давайте рассмотрим эти методы. С удовольствием. У нас есть такой замечательный далматин. Похоже на неё. Без пятна, да? Мы сейчас будем от этих пятных избавляться. Вы не против? Я только за. Так. Способ номер один. О-о-о-о! Использование отбеливающего крема. Что вы по этому поводу скажете? Я хочу сказать, что ни за, ни против. Он не даёт сильной выраженной своей активности. То есть если нету ничего под рукой, если нет возможности куда-то сходить, сделать какие-то процедуры, почему нет? Но все эти средства, они очень агрессивные и малоэффективные. То есть это должен быть долгий срок использования. В плане агрессии хочу оговориться, потому что с пигментными пятнами сталкивается очень много женщин во время беременности и кормления грудью. Поэтому категорически запрещено им использовать эти средства. А там механизм немножко другой, ведь образование этих пигментных пясен. Немного другой, но всё равно под действием ультрафиолета. Давайте посмотрим следующий способ. Это криотерапия. И у нас вот в студии есть жидкий азот. Правильно? Ведь им же проводят криотерапия? Да. Потому что крио – это холод, а температура жидкого азота, вы знаете, сколько, Жанна? Нет. Минус 196 градусов. Пройдёмте, посмотрим, как это всё используется. Подходите к нам сюда. Не бойтесь, не бойтесь. Это доктор. Сейчас мы проведём… Бояться нечего, это доктор. Процедуру. Вот так. Расскажите, что вы ощущаете? Холод. Холод? Холод, лёгкое покалывание. Больно или что-то? Это приятно? Некоторые очень любят эта процедура. Ну, первый раз неожиданно, немножко неприятно, может быть, когда я уже… Неприятно что именно? Есть лёгкое покалывание и… Ну, за счёт этой процедуры, помимо того, что она бюджетная, её может себе позволить абсолютно каждый, она практически везде представлена на сегодняшний день. И здесь, помимо того, что мы улучшаем оксигенацию тканей, питание кислородом, то есть это идёт хороший массаж, лимфоотток, и мы избавляемся, как раз вот даже видно, как мы избавляемся от пигментных пятен. Я не вижу, покажите. Эти пигментные пятна всё-таки работа гримера. С волшебной палочкой. Только врач это может делать, косметолог, правильно? Да. Самим же невозможно это сделать? Самим невозможно. Это специальные колбы, которые привозят азот, потому что, как мы видим, он быстро испаряется. И, естественно, если это делать в домашних условиях, вы можете себе навредить, потому что, как мы уже говорили, температура очень низкая, может привести к ожогу, а ожог к образованию рубца. Проходим к Далматинцу опять. Пошли. Итак, следующий метод – лечение лазером. Лечение лазером, на мой взгляд, самое эффективное, самое лучшее на сегодняшний день. За счёт снятия верхнего слоя снимается и пигмент, и образуется новая ткань. Дермообразие – это вид воздействия за счёт алмазной крошки. Идёт снятие также верхнего слоя. Чуть легче по воздействию, чем лазер, но точно так же эффективнее, только нужно будет сделать процедуру более количества. Следующий способ у нас – пилинг. Пилинг. Под действием химических веществ тоже происходит случивание верхнего эпидермиса. И последний метод – народные средства, любимые Жанной средства. И у меня есть. Секрет. Тема. Я знаю, раньше старину, но никогда, я была молодой, а ещё дальше, женщины лимонным выводили и сметаной. Ну, они как бы обесцвечивали чуть-чуть, наверное. Лимонным соком. Очень хорошо используется бодяга, которая, кстати, продаётся у нас в аптеках. Очень бюджетный вариант. Хорошо в домашних условиях всё отбеливает. Спасибо, Крине Сергеевну, за столь интересный рассказ. А я, дорогие женщины, хочу, чтобы вы запомнили такой факт, что кожа за ушами, которой никогда не прикасались солнечные лучи, моложе кожи лица на 15 лет. Вот и делайте выводы. Загорать вам или остаться молодыми и красивыми? В эфире программы нет запретных тем. Всё, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Не пропустите далее. Нарушение менструального цикла. Как понять, что есть проблема? Дорогие дамы, вот в зале, которые сидят, вот сейчас послушайте внимательно, что говорит наш доктор. Проведите свою самодиагностику, можно так сказать, а потом мы посмотрим, у всех ли нормальный менструальный цикл. О чём может говорить задержка месячная? Ну, так природа запрограммировала, потому что женщина ведь для чего менструирует, собственно говоря? Для того, чтобы иметь возможность зачать ребёночка и его родить. А что такое худая, измождённая женщина? Какая из неё мать? И когда нарушения цикла являются вариантом нормы? Это своеобразный стресс для организма. Мы едем к морю, мы радуемся, мы думаем, что там нам хорошо, и нам действительно хорошо. Но наш организм испытывает стресс, и он действительно может перестраиваться. В природе всё гармонично. Зима, весна, лето, осень – всё по очереди. Также устроен и женский организм. И поэтому раз в месяц приходит менструация. Да, такая у нас у женщин нелёгкая доля. Но неудобства мы испытываем всего неделю. Зато, увы, мужчины каждый день бреетесь. Да, Жанна. Но менструацию у женщин уходит примерно 3,5 тысячи дней за всю жизнь. Это что, 9,5 лет? Да, Жанна. За одну менструацию женщина теряет примерно стакан крови. Но иногда случается сбой. Вот, например, на дворе весна, и вдруг пошёл снег. Тема нашей сегодняшней программы – о чём говорят нарушения цикла. Мы провели обследование в студии, и у нас есть героиня с подобной проблемой. Проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Очень приятно. Сколько вам лет? Мне 26 лет. Замечательно. Что ж, давайте разбираться, кто виноват и что делать. А поможет нам в этом наш замечательный специалист. Врач-гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории. Евгения Михайловна Назимова. Добрый день. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Давайте коротко расскажем вашим женщинам, что такое цикл и что там вообще происходит. Давайте. Подойдём к нашему замечательному макету. Менструальный цикл – это период от первого дня одной менструации до первого дня последующей менструации. Длится он у всех женщин по-разному, но механизмы, процессы, которые происходят, они одинаковые. Сначала, в начале цикла, в одном из яичников начинает созревать яйцеклетка. Она созревает примерно от двух недель до трёх недель в зависимости от длительности цикла. И когда она созрела, происходит овуляция. То есть выход яйцеклетки из яичника. Дальше наступает вторая фаза цикла. И если яйцеклетка не была оплодотворена, то приходят снова месячные. И так происходит каждый менструальный цикл. Считается нормальный цикл сколько дней? Ну, среднестатистически 28 дней. Но норма считается от 21 до 35 дней. То есть это норма. Это норма. А когда женщине надо заподозрить у себя какую-то проблему? Самое главное, чтобы этот цикл был постоянный. То есть если у вас 21 день, то отклонения должны быть в пределах трёх дней. Дорогие дамы, вот в зале, которые сидят, вот сейчас послушайте внимательно, что говорит наш доктор. Проведите свою самодиагностику, можно так сказать. А потом мы посмотрим, у всех ли нормальный менструальный цикл. Значит, первое, это должен быть регулярность цикла. Чёткий, регулярный, да. То есть даже если у вас короче или длиннее, но обязательно в одно и то же время. Да. Ещё, естественно, важными характеристиками менструального цикла является объём выделяемой крови. То есть много её, мало, да, это тоже может быть вариантом нарушения цикла. То есть должна быть постоянный примерно объём, да? Ну, нет, должно быть умеренное количество, не нарушающее вашей физической активности и не мешающее, скажем, вам жить. Подождите, иногда сбивается цикл, когда ты приезжаешь с моря, меняешь климат. Бывают же разные обстоятельства. Бывает. Но мы потом об этом расскажем. Хорошо. У нас будет такой возможность. Возможность, да. Спасибо. Так, дальше. Вот это главные характеристики менструального цикла, на которые мы ориентируемся. Хорошо. Женщина, поднимите руки, у кого цикл нерегулярный и у кого вот эти менструального деления то больше, то меньше. Давайте мы сначала спросим у зала, кто из них ведёт менструальный календарь, кто записывает каждый цикл. Ну, это очень хороший показатель. На самом деле, не больше 25%. Вы смотрите, у нас достаточно грамотная женщина в студии. Это здорово, это замечательно. У героини спросим, а вы ведёте календарь? Ну, конкретно календаря я не веду. Как же так? Ну, может, она помнит. Никто не помнит. Невозможно этого запомнить. Вот именно, потому что у вас проблемы, видите как, и вы так к себе халатно относитесь. На телефонах есть приложение. На телефонах, это прекрасно. Без разницы где, на бумаге, на телефоне. Но женщина всё-таки должна знать, это её здоровье, это её гормоны, которые повышаются, поднижаются. Это основа диагностики. Вы приходите к доктору, и он на основании ваших записей делает сразу выводы. Норма у вас или патология? Евгений Михайлович, давайте мы сейчас вот разберём основные причины, почему такие сбои могут происходить. Хорошо? У нас это такие замечательные часики. Знаете как, у здоровой женщины месячные должны быть как часы. Правильно ведь? Да. Какие главные причины могут приводить к сбою цикла? Ну, естественно, самая основная проблема, это нарушение, собственно, репродуктивной системы. То есть в системе яичники, гипофиз, то есть вся вот эта система, которая регулирует именно женский половой цикл. У меня вот такой молоток с гвоздями, да? Вот эти часы, это нормальный цикл, да? Но как происходит какой-то сбой, вот здесь мы забиваем гвоздь, опа, и всё. И всё, и часы дальше останавливаются, не могут дальше идти. Следующее нарушение, очень часто это нарушение функции щитовидной железы. Очень многие женщины, к сожалению, не зная об этом, страдают различными гормональными нарушениями со стороны щитовидной железы. Это сказывается напрямую на работе репродуктивной системы. Угу. Дальше. Дальше любые гормональные заболевания, в том числе сахарный диабет, заболевания надпочечников и многие-многие другие, тоже могут вызывать нарушения в системе репродукции. Вот видите, какая тонкая эта система, женская, репродуктивная. Очень тонкая. Следующая причина – это инфекции, прежде всего, органов малого таза. Если в процесс воспаления вовлечены яичники, то, естественно, они не могут выполнять свою функцию нормально и начинают сбоить. То есть они не могут работать правильно и у нас нарушается цикл. Но, к слову сказать, не только инфекции малого таза, то есть любая выраженная инфекция может вызвать нарушение в гормональном ритме. Вот вопрос. Если мы поменяли климат? Ну, это скорее мы можем отнести вот в данной ситуации в раздел стресс, потому что любая смена климата – это своеобразный стресс для организма. Мы едем к морю, мы радуемся, мы думаем, что там нам хорошо, и нам действительно хорошо. Но наш организм испытывает стресс, и он действительно может перестраиваться. Он перестраивается, и начинается другой отчет. Да. В принципе, здесь можно легко отличить от такой явной патологии, каким образом. Вы приехали с моря, вы никуда не едете, и у вас все восстановилось. Значит, это было действительно связано просто с этой ситуацией. Это не в чистом виде проблема. И последняя наша причина – это резкие колебания веса. Это действительно для того, чтобы у женщины регулярно шли месячные, должно быть определенное соотношение жировой и мышечной ткани. Почему так? Ну, так природа запрограммировала, потому что женщина ведь для чего менструирует, собственно говоря? Для того, чтобы иметь возможность зачать ребеночка и его родить. А что такое худая, изможденная женщина? Какая из нее мать? Природа не допускает таких женщин беременности, а значит и овуляции нормального цикла. А вот мне кажется, наша героиня немножечко худая. Ну, тут знаете как. А вы знаете как, я вас сейчас секунду перебью. Я знаю, что именно в жировой ткани у женщин вырабатываются эстрогены. А это относится к гормональному такому фактору, правильно? Ну, у женщин, которые менструируют, это не очень важный фактор. Это он в данной ситуации не работает. Проблема именно в том, что организм считает, что эта ситуация для женщины некомфортная. Раз она голодает, да, то она, значит, находится в какой-то неприятной ситуации. А если неприятная ситуация, то зачем вообще беременеть? Вы не голодаете, поэтому происходит сбой менструальный цикл, правильно? Нет. Нет, но здесь речь идет о том, что если уже женщина, у нее нормализовался менструальный цикл, то есть у нее уже он сформирован, то она не должна резко терять вес. То есть если она все время такая стройная, то это, как правило, не влияет. У вас постоянный такой вес? Да. Итак, мы вбили последний гвоздь. А что сделаешь? Это не мы вбили, это причина вбивают гвозди в ваш цикл, дорогие дамы, да? Как же с этим бороться? Давайте перейдем к лечению. Давайте, давайте. И у нас здесь вот такие вот методы лечения, которые должны нам помочь, правильно? Да, но первым делом, как нужно бороться, да? Сначала вы, мы уже договорились, ведете менструальный календарь и сами у себя диагностируете эту проблему. Увидели, что да, действительно проблема повторяется из цикла в цикл. Идете к врачу-гинекологу. Понятно, да? Что сами вы себе диагноз поставить не можете. Врач-гинеколог выявляет у вас причины, о которых мы говорили. И дальше, естественно, в зависимости от тех причин, которые он нашел, будет назначено лечение. Посмотрим. Хорошо смотришь. Гормональные препараты. Гормональные препараты. Но так как большинство причин у нас все-таки связаны с гормональными нарушениями, это щитовидная железа, репродуктивная система и другие проблемы, естественно, если у вас найдут нарушения в этих сферах, конечно, вы будете получать гормональные препараты для того, чтобы все эти органы работали правильно. И тогда у вас самостоятельно нормализуется менструальный цикл. Давайте посмотрим следующую. Это у нас... Оперативное вмешательство. Ну, действительно, некоторые проблемы, например, опухоль гипофиза может потребовать оперативного удаления, и тогда у вас нормализуется цикл. Или такое достаточно распространенное заболевание, как поликистоз яичников, в некоторых случаях не может быть скорректировано без оперативного вмешательства. Посмотрим, что, какое лечение у нас еще имеется. Препараты железа. Ну, здесь это больше имеет отношение не к регулярности менструального цикла, а именно к обильности месячных. То есть, если вы из месяца в месяц теряете много крови, естественно, у вас будет снижен гемоглобин. И это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшим нарушениям. Гемоглобин снижен, потому что теряется железо. Конечно, вы теряете кровь, а там теряется железо. И если вы будете принимать препараты железа, произойдет улучшение ситуации. Замечательно. Так, и следующий метод у нас – это гемостатические препараты. Да, это препараты для улучшения свертываемости крови. Это, опять же, имеет отношение к обильным, как правило, месячным. Когда мы хотим, иногда это бывает связано с нарушениями именно в системе свертывания крови, в этом случае вам могут назначить подобные препараты. И, значит, следующие у нас – препараты для усиления сократительной способности матки. Да. Это в том случае, если месячные идут очень долго, да, то есть не как в норме 5-7 дней, иногда женщины и 10, и 14 дней менструируют. В этом случае возможно назначение и таких препаратов, ну, в качестве какого-то такого временного лечения. Ещё можно что-то добавить вот в лечение? Ну, так как у нас среди причин были и колебания веса, и стресс, то, естественно, мы можем, и инфекции, да, естественно, мы понимаем, что если причиной была инфекция, то нужно лечить инфекцию, да. Если причиной, да, вот мы убрали… То есть мы вот эти гвозди будем убирать, да? И часики начнут ходить. И часики наши пойдут, видите, как женщины. Да, это правильное питание. На самом деле всё просто. Это медитация, йога, вот эти все факторы, которые способствуют устранению стресса. Естественно, они будут тоже способствовать лечению. Ну, что ж, замечательно. Видите, мы уже знаем причину. Не пропустите далее. Как помочь врачу поставить верный диагноз и назначить лечение? Гинеколог без этой бумажки, он просто слеп. Конечно. Он ничего не может посоветовать. Он может даже понять, больны ли вы. Совершенно верно. Это очень важно, поэтому это стоит, конечно же, на первом месте. Выбираем бельё для беременных. Красота или функциональность? Беременность – это не болезнь. Она такая же, как мы все грешные, в таком же состоянии. Это просто вот эпизод очень радостный, но эпизод в жизни. Надо приспособиться. И про что не стоит забывать будущим мамам? Как любить раздевать. Есть определённый опыт. Давайте дадим совет нашей героине. Давайте. Что ей делать? В первую очередь, конечно, вести менструальный календарь. Это первое, что вам нужно сделать. Хотя бы три месяца отмечать на бумажке, в телефоне, где хотите. Важно, чтобы это было. Хотя бы первый день. Это самое главное. Потом с этой бумажечкой, если вы видите, что у вас получаются совершенно разные цифры, вы идёте к гинекологу. Я думаю, что гинеколог обязательно разберётся. Потому что гинеколог без этой бумажки, он просто слеп. Конечно. Он ничего не может посоветовать. Он не может даже понять, больны ли вы. Совершенно верно. Это очень важно, поэтому это стоит, конечно же, на первом месте. Мы вас услышали. Дорогие дамы, теперь вы знаете те причины, которые вызывают у вас сбои. Уберите эти причины, справьтесь с ними, и ваши месячные будут, как эти часы, чёткими и точными. В эфире программа «Нет запретных тем». Всё, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Ещё совсем недавно в нашей стране со специальным бельём для беременных было, мягко говоря, непросто. Неудобные бандажи и бюстгальтеры. Вот и всё, что можно было купить. Сегодня в магазинах настоящий изобилие. Но как выбрать именно то, что будет не только практично и красиво, но и безопасно? Наша героиня отправилась в магазин за специальным бельём для беременных. Посмотрим, что же она купит. Внимание на экран. Анна на восьмом месяце беременности. Мы отправились на шопинг вместе с девушкой, чтобы посмотреть, на каком белье для беременных остановится её выбор. Продолжение следует... Анна осталась довольна своими покупками. Но насколько правильное бельё выбрала будущая мама? И сегодня Анна пришла к нам в студию. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите нам, что вы купили? Я купила разное бельё. Это лифчик, боди и трусы-бандаж. Угу. Ну, по-моему, всё верно, всё такое хорошее. Я бы сама не отказалась от такого. И вот эти замечательные туфельки на высоком каблуке. Ага. Не отказала себе в удовольствие. В удовольствие. Да, надо себя баловать. Правильные ли покупки вы сделали? Вот оценить их мы попросим нашего эксперта. Акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, врача высшей категории, Долженко Ирину Сергеевну. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Давайте посмотрим, что же купила Анна. Ну, давайте посмотрим. Анна, слушайте внимательно. Мы говорим о нижнем белье. Два слова. Что такое нижнее бельё вообще? Оно должно нас защищать от того верхнего, который стирается не каждый день. Оно должно быть работать как промокашка, чтобы собрать всё то, что мы выделяем кожей, и даже какой-то интимной зоной, и никуда не распространялось. Посмотрим, что купила наша героиня. Аня. Бюстгальтер. Ну, в принципе, трикотажная ткань очень хороша на самом деле. Но вот смущают очень тоненькие лямочки. Почему? Потому что во время беременности грудь увеличивается, а стало быть, она становится весомее, больше. Давить будет здесь. Здесь будет натираться, давить и так далее. Поэтому лучше широкие лямки. Вот как вот здесь, если мы посмотрим, вот это хорошее, да? Как вы умеете раздевать. Есть определённый опыт. Вот здесь лямочки хорошие, правильно? Они правильные. Лямочки хорошие. Так, а что плохое? Да, но это ведь не бюстгальтер, это боди, которые, надо сказать, всё полностью застёгиваются между ног. Как мы думаем, при таком увеличенном животе, когда у нас будет увеличиваться объём живота, нам удобно будет по несколько раз в день. А есть ли специальные боди, поддерживающие, опять же, живот для беременных? В принципе, надо сказать, что жёстких каких-то требований, конечно, нет. И если это удобно конкретной женщине, можно. Но вот на мой взгляд, я бы этого не делала во время беременности. Но есть такое слово, как бандаж, дородовой. Это немножко разные вещи. Нижнее бельё и бандаж, кстати, одеваются на трусы. Мы бандаж стираем совсем не каждый день, да? А трусы мы должны стирать каждый день с тем, чтобы соблюдать гигиену, которая важна каждый день и во время беременности, и вне во время беременности. И, кстати, для мужчин тоже. Да я даже как мужчина вот сейчас смотрю, у меня, ну, нет такого живота, но застёгивать между ног и табоди даже обычному человеку неудобно, а беременной женщине, мне кажется, это вообще невозможно. Не спорю. Я что-то чувствую. Вы знаете, не спорю. Скажите, такой вопрос. А вот косточки в бюстгальтере. Да, вот косточки в бюстгальтере, здесь их нет. Здесь мягкие ткани, здесь только прострочка. Очень хорошо, когда делается наружу, как бы, вот как для новорождённых. Знаете, одёжка такая, когда швы наружу. И здесь так может быть. Правильно, значит. Правильно. И ткань правильная. И это меня вполне устраивало бы, кроме вот этих лямочек, которые бы не хотелось иметь. Какая-то специальная ткань. Есть для беременных? Ткань должна... Нет, для беременных нет. Беременность – это не болезнь. Она такая же, как мы все грешные, в таком же состоянии. Это просто вот эпизод очень радостный, но эпизод в жизни. Надо приспособиться. Нету таких вещей. Одно могу сказать. Обязательно должна быть хлопковая ткань, чтобы она не работала как клеёнка, а как промокашка, мы уже говорили, да? Чтобы она была мягкая, приятная, безусловно, красивая женщина, как в любом состоянии остаётся женщиной. Конечно, красивая. И сейчас это можно найти, такие вещи. Что вы думаете по поводу синтетических колготок? Да, вот я хотел спросить, Жанна передела. Здесь синтетика не натуральная. Ну, знаете, колготки всё равно так или иначе. Беременность – достаточно длительный процесс. И мы застаём и холодное время года, и тёплое время года. Без колготок вряд ли можно обойтись. Но есть специальные виды колготок, которые, кстати, вот здесь усилены. Обычно бывают усилены. Здесь, я думаю, что это обычные колготки. Внизу немножко усилены такими, да? Чтобы для подделки. Да, да, совершенно верно. А есть, знаете, ещё... И не очень тугая резинка, чтобы не перетягивала ничего. Здесь она вот мягкая, на самом деле. А есть ещё... Некоторые беременные получают компрессионное бельё. Правильно. Это хорошо. Это, конечно, хорошо. Это, во-первых, нижнее бельё, которое каждый день стирается и непосредственно к нашей коже прилегает. Но это и лечебное бельё. При необходимости. Конечно. Если есть подозрение или есть необходимость варикозного расширения вето и лечения этих же... Они всю беременность ходят. Это где-то, ну, Дэн, 70-100. Просто так одевать его достаточно сложно, я скажу, что это всё-таки лечебная вещь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не пропустите далее. Какую обувь стоит выбрать беременной женщине? Вот здесь опасность существует. Всё-таки это каблук 3-4 сантиметра. Вот как у нашей героини. Правильно? Ну, где-то так, да. И лучше, если он будет устойчивым. Это временные вещи. Кстати сказать, и мода здесь нам помогает. Что делать, если в сексе появился дискомфорт? В вашем случае надо действовать методом исключения. Во-первых, исключить воспалительный процесс, потому что он может давать такую картину. И может ли мужчина убить женщину во время оральных лаз? Влагалище – это замкнутое пространство. Чтобы подуть туда, это так невозможно сделать. Я вам больше того скажу, что при обычном вагинальном сексе во влагалище может поступать достаточно много воздуха. Давайте, может быть, мы подойдём вот ещё к нашему стенду. Это такая бирка, которая должна быть у каждой беременной женщины на белье. Правильно? Да. То есть натуральный состав. Вот вы сказали хлопок. Лён, подходит? В принципе, да. Он обладает теми же свойствами. Он немножко погрубее. Это на любителя, скажу так. Ну, Лён, я знаю, хорошо он холодит в жаркую погоду. Конечно. Он даёт такую прохладу. Отсутствие косточек у бюстгальтера. Мы это уже сказали. Всё должно быть мягким. Правильный размер, да? Это важно. Конечно. Подбор – это мы теряем на некоторое время, теряем свои размеры привычные. И их надо учитывать, безусловно. Потому что вы уже не одна, вас двое. Да, не надо упугаться, если ваш размер увеличивается, а вы пытаетесь влезть в старое какое-то бельё, оно вам уже не подходит. Ну, так даже невозможно, скажу вам, как женщина, доктор. Невозможно просто влезть в своё старое бельё, когда беременна. Вы это понимаете? Это замечательно, Жанна. И не хочется. И эластичность ткани, то, что мы говорили, что некоторые ткани могут обладать таким поддерживающим свойством. В каких-то случаях это возможно, но всё-таки это будет лечебный эффект. А вообще она должна не перетягивать, нигде ничего не перетягивать. Касается это трусов, касается это колгот или касается это бельгальтера. Слава Богу, сейчас большой выбор. Конечно. И я хотел бы ещё обратить внимание на эти замечательные туфли. Мы не отдадим их. Как для беременности женщин, вот такой каблук. Ну, я думаю, что я с Жанной согласна. Конечно, не отдадим. Но временно. Чуть-чуть. На некоторое время. Под кроватик, да? Да. Нет. Отложим под кроватик. Вот так поставим. Да. На три буду. Отложим. Женщина, прибавляя в весе, изменяется ведь её и позвоночник. Она с лордозом ходит и так далее. Очень запросто можно или ногу повернуть не так, или упасть. Вот здесь опасность существует. Всё-таки это каблук 3-4 сантиметра. Вот как у нашей героини. Правильно? Ну, где-то так, да. И лучше, если он будет устойчивым. Это временные вещи. Кстати сказать, и мода здесь нам помогает. И какие-то красивые туфли тоже можно найти на это время. Вот ваши золотые слова, что, дорогие дамы, беременность – это временная вещь. И даже с правильным бельё беременной вы будете выглядеть прекрасно. При этом не вредить ни своему здоровью, ни здоровью своему будущего малыша. Ну что, Анна, вы знаете теперь все правила, правильно? Да. Спасибо большое. Знаете, как выбирать? Да. Теперь шопинг ваш будет не только правильным, но и полезным для здоровья. Спасибо. В эфире программы «Нет запретных тем». Все, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Пришло время ответить на все вопросы. Наша программа называется «Нет запретных тем». Многие женщины задают волнующих вопросы о женском здоровье на интернет-форумах, потому что стесняются спросить об этом врача. Но в нашей программе только для вас, дорогие женщины, специальная рубрика, в которой я отвечу на самые интимные вопросы. Итак, первый вопрос, доктор. Уже неделю мучает такая проблема. С периодичностью 2-3 минуты у меня дергается клитор. Пару секунд пульсирует и отпускает. Половая жизнь регулярная. Травм не было. Эта проблема очень отвлекает и раздражает. Что нужно сделать? В вашем случае надо действовать методом исключения. Во-первых, исключить воспалительный процесс, потому что он может давать такую картину. Необходимо провериться у гинеколога и исключить какие-либо инфекционные заболевания, в том числе и инфекции, передающиеся половым путём. Если у вас есть пирсинг в интимном месте, то значит, надо от него избавиться. Возможно, что вы используете для секса фаллоимитаторы, но неподходящего размера. Такое тоже может быть. Или носите бельё, которое очень узкое и может натирать промежность. Тоже проблема может быть. Если гинеколог исключит свою патологию, необходимо обратиться к неврологу, потому что в ваших жалобах есть признаки и неврологического заболевания. Спасибо, доктор. Вот ещё один вопрос. Во время первого полового акта я быстро достигаю оргазма, а во время второго я практически ничего не ощущаю. В чём может быть причина? Скорее всего, причина вашей половой конституции. Есть в такой медицине понятие. Например, мужчины, если мы разберём мужчин с сильной половой конституцией, они могут заниматься сексом 8-12 раз подряд. И для восстановления им требуется всего несколько минут. А со славой половой конституции мужчины могут заниматься сексом только 1-2 раза. И им требуется даже, может быть, несколько часов. У женщин происходит всё то же самое. Если у вас половая конституция слабая, то для восстановления, чтобы при следующем половом акте получить удовольствие вам, необходимо несколько часов. Но это нормально. Все люди разные. Просто надо либо партнёров подбирать себе по темпераменту, либо с партнёром идти на компромисс. И тогда у вас всё будет хорошо. Спасибо. Ещё один вопрос. Прочитала где-то, что если при кунилингусе парень подует девушке во влагалище, она почти сразу умрёт из-за закупорки сосудов. Это правда? А то я боюсь теперь. Вот такой вопрос. Ну, это, конечно же, неправда. Это миф. И откуда он взялся, мне непонятно. Потому что влагалище – это замкнутое пространство. Я вам больше того скажу, что при обычном вагинальном сексе во влагалище может поступать достаточно много воздуха. Ну, естественно, физиологическим путём. И после секса этот воздух со специфическим звуком может оттуда выходить. Поэтому это невозможно, это миф. Скажите, пожалуйста, может быть, у кого-то из зала есть вопросы? Да, пожалуйста, вы. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Можно заниматься сексом во время менструации? Гинекологи, врачи, не рекомендуют этого делать. И знаете почему? Потому что шейка матки в этот момент раскрывается для того, чтобы выпустить менструальную кровь. Но вот эта шейка матки, она является таким барьером, воротами, входящей инфекцией, которая может попасть внутрь, в полость матки. И если заниматься сексом в этот период, то эта инфекция, ворота открыты, она может запросто попасть в матку и вызвать воспаление. Если уж очень хочется секса во время месячных, то обязательно надо использовать презерватив. Спасибо. Это была программа «Нет запретных тем». Мы говорили о том, что должна знать о себе каждая женщина. Дорогие мои, как врач и как мужчина прошу вас, всегда помните, что любим мы вас любыми, а нужны вы нам здоровыми. До встречи в эфире. Будьте здоровы и счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова